и так не знают. Это очевидно, что трилобиты жили вместе с людьми, и некоторые могут жить даже сегодня, глубоко в трещинах. Есть доказательства того, что они еще живут, но они продолжают датировать камни с помощью показательными ископаемыми. Если вы отнесете этот камень в любой университет к главному геологу или палеонтологу и спросите, сэр, сколько лет этому камню? Он скажет, о, это легко. На камне находятся граптолиты, и они являются показательными окаменелостями для камней 410-миллионного возраста. Это ископаемая Нью-Йорка. Если в камне находятся граптолиты, камню автоматически дается возраст 410 миллионов лет. До того, пока в 1993 году они нашли живых граптолитов в Южном Тихом океане. Теперь подумайте над этим. Если они до сих пор живые, они могут находиться в любом слое камня. Правда? Это значит, что все датирование, основанное на граптолитах, просто чепуха. Не так ли? Эти слои камня не разного возраста. В кости динозавра найдена кровь, но кровь разложилась бы очень давно. Но это не проблема для христиан, потому что мы думаем, что большинство динозавров погибло в потопе 4400 лет назад. И кровь могла сохраниться до нашего времени без проблем. При вскрытии сланца были найдены еще зеленые листья Монголии, которым, по идее, должно было быть 18 миллионов лет. А, я так не думаю. Я думаю, что сланец сформировался при потопе 4400 лет назад. В геологической колонии слои имеют разный возраст. Они говорят 100 миллионов, 200, 300, 500 миллионов. Но послушайте, они не могут быть разного возраста. В разных частях мира найдены стоящие каменелые деревья, проходящие по многим слоям камня. Их находят в Германии, в Англии, во Франции. Это я в национальном парке стою возле такого дерева. Стоящие камнялые деревья найдены по всему мире. Это в Новой Скотии. Сотни деревьев. Их называют полистратовыми ископаемыми. Но они хотят, чтобы вы поверили, что каждый слой это разного возраста. Но остановитесь и подумайте об этом. Если все эти слои разного возраста, я вижу только два подходящих выбора. Некоторые деревья перевернуты и проходят через слои. Как это произошло? Мне кажется, что у эволюциониста есть только два выбора. Первый. Деревья стояли в вертикальном положении миллионы лет. Не падали и не гнили. В то время, когда осадки оседали вокруг них. И второй. Деревья проросли через десятки метров твердого камня в поисках солнца. У вас есть другое объяснение? Я вижу еще один выбор. С какой скоростью бежал теленок? Все деревья были захоронены в большом потопе. В потопе во дни Ноя. Понимаете, если был потоп, деревья были захоронены в стоячем положении. Два взгляда. Деревья были захоронены под многими слоями, потому что если земля была покрыта водой, луне все равно, покрыта земля водой или нет. Она все равно создает приливы. Но теперь континенты не останавливают приливы, приливы стоят гармоничными. И 80-метровое изменение происходило каждые 6 часов 25 минут при вращении земли под луной. И это поднимание и опускание воды на 80 метров постоянно перемешивало и оставляло осадки на земле. Таким образом образовались сотни метров грязи после потопа, который продолжался один год. Мы рассмотрим это в шестой части семинара «Теория Хованда». Несмотря на факт, что геологическая колонна нигде не существует, люди начали верить в нее в середине 18-го столетия. Они начали изучать геологическую колонну, и она забрала их библейское мировоззрение. Масса людей поверили в униформизм. Вот что произошло. Геологическая колонна отвернула людей от библейского мировоззрения к принятию теории эволюции. И Чарльз Дарвин был посреди всего этого происходящего. Чарльз закончил библейский колледж в возрасте 22 лет. Он хотел стать проповедником. Но в учебниках его никогда не называют проповедником Дарвином, правда? Они всегда называют его ученым. Ну, подождите минутку. Кто решает, кого называть ученым? Эволюционисты скажут, если вы верите в создание, вы не ученый. Значит, все ученые верят в эволюцию. Ну и логика. Дарвин поплыл в пятилетное путешествие на Бигале, собирая насекомых и птиц. И с собой в плавании он взял несколько книг для чтения. Он взял свою Библию, книгу Лайла о геологической колонне. Книгу, которая изменила его жизнь навсегда. Позже он сказал, Недоверие закрадывалось очень медленно. Я не чувствовал ничего плохого. Он медленно потерял доверие к Библии. Когда он путешествовал вокруг мира, он посетил острова Галапокос, вот здесь. Он заметил, что на каждом острове были разные виды зябликов. Он насчитал 14 разновидностей зябликов, основанных на форме их клюва. Он внимательно изучал зябликов, охарактеризовал их и сказал, «Вы знаете, я думаю, что все они произошли от одного предка». «Ммм, ты прав, Чарли. Я спорю, что это была птица». И тогда Чарли заключил в своей книге. Книга вот здесь. В своей книге на странице 170-й он сказал, «Это по-настоящему удивительный факт, что все звери и все растения на протяжении всего времени и пространства должны быть родственными между собою». «Подожди, Чарли. Ты имеешь в виду, что птицы и бананы родственны?» «Не это ли он говорит?» «Это то, что я читаю, я не хочу говорить за него. Но мне кажется, что он говорит, что птицы и бананы родственны». Здесь вся проблема. Если вы будете обсуждать эволюцию, вы должны делать то, что я вам скажу. Если вы хотите выиграть аргумент в первые пять минут, вы выиграете его. Наблюдение Чарли – это то, что мы часто называем микроэволюцией. Понимаете, при разговоре об эволюции, если вы сразу же не определите значение слова «эволюция», то вы будете говорить о разных вещах и никогда не поймете друг друга. Микроэволюцию можно наблюдать. Она научная, это факт. И она также библейская. Это говорит нам, что собаки производят разновидность собак. И, наверное, у всех собак в мире был общий предок – собака. И розы производят разновидность роз. Это факт, это происходит, за этим можно проследить. Фермеры сводят разных домашних животных и получают специальную породу для определенного назначения. Но они все равно получают тот же самый род. Они показывают детям разные доказательства макроэволюции, как маленькую и большую собаку, две собаки – один род животного. И они стараются, чтобы дети поверили, что это доказывает макроэволюцию. Но подождите минуточку. У микроэволюции есть доказательства, но лучше даже не называть это микроэволюцией. Мне не нравится это слово. Вы можете назвать это разновидностью или разнообразием. Трехлетний ребенок может определить одинаковый род животного. Давайте возьмем собаку, койота, волка и банан и спротив трехлетнего ребенка. Что не похоже на остальных? Правда? Собака, волк и койот, наверное, имели общего предка. Животное, похожее на собаку. Это микроэволюция. В Библии написано, что животные, деревья, фрукты и трава произведут породу их. Не используйте слово «вид» в дискуссии о эволюции. Вы можете просмотреть мой дебат номер восемь, где профессор пытался и пытался, чтобы я определил значение слова «вид» или «рода». Я сказал, скажите, что такое вид. Понимаете, они пытаются использовать наши налоги, чтобы учить наших детей своей религии. Библия говорит, производящие по роду их, не по виду их. В школе они показывают детям примеры микроэволюции, которые являются фактом, и пытаются заставить их поверить с большой буквы, поверить в макроэволюцию, которая учит, что у собаки и розы был общий предок очень давно во времени. И этим предком был камень. Когда я проповедовал в университете, я сказал, что эволюционисты верят, что все произошло от камня. Одна женщина разозлилась на меня и сказала, «Мы не верим в это?» Тогда я сказал, «Вы верите в эволюцию?» Она сказала, «Да, конечно». Я сказал, «Я хочу задать вам вопрос, откуда мы появились?» Она ответила, «Мы произошли из макромолекулы». Я спросил, «Откуда появилась молекула?» Она сказала, «Молекула появилась из добиотической смеси в океанах». Я спросил, «Откуда появились океаны?» Она сказала, «Миллионы лет на камне шел дождь». «А, до нее дошло. Кажется, я верю, что мы произошли из камня». Я сказал, «Да, мэм, вы верите». Мне все равно, верите вы в это или нет. Вы можете верить во все, что вам угодно, но не сдавайте это наукой и не говорите мне, что я должен платить за то, чтобы вы учили этому детей. Это не наука. Эволюция, когда я использую слово «эволюция», я имею в виду макроэволюция, это фантазия, основанная на воображении, которой вообще нет никакого доказательства. Они дают детям примеры микроэволюции и хотят, чтобы они поверили в макроэволюцию. Это большой прыжок. В рекламах это называется приманка с переходом, и это нелегально. Если я поставлю в газету такое объявление, новый Mercedes-Benz, 10 долларов, то люди будут приходить толпами ко мне в офис, но я скажу, извините, я только что его продал, но я вам могу показать такой же самый за 35 тысяч долларов. Примянка с переходом, правда? Это незаконно. Вы заманиваете их чем-то одним и показываете им совершенно другое. Именно это и происходит в наших учебниках. Они заманивают наших детей поверить в эволюцию, давая им объяснение, как происхождение с изменениями, и говоря, дети, правда вы отличаетесь от ваших родителей или прародителей? Дети думают, да, да. Они хотят, чтобы дети поверили в эволюцию. Они заманили их одним значением слова. И тогда в учебниках они переходят в включение разных вещей, как макроэволюция, космическая эволюция. Приманка с переходом. Это незаконно. Кто-то должен пойти за это в тюрьму. При так называемом обучении детей вкрадывается настоящее значение слова. Я родом Солонойса.